Здравствуйте, уважаемые садоводолюбители! Меня зовут Русский Халан и я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об одном из органических способов борьбы с болезнями и вредителями. Среди всех существующих способов нехимической борьбы с вредителями и болезнями заслуживает внимание следующее. Это использование молочной сыворотки, привычного продукта, который можно купить практически в каждом магазине. Использование этого продукта в растениеводстве не на волну. Им популярно подкармливать растения, им популярно обрабатывать растения, но в использовании молочной сыворотки для садоводства и огородничества есть несколько своих секретов. Молочная сыворотка содержит очень много полезных для растений веществ. В первую очередь это различные белки. Белки содержат азот и при нанесении на растения или при поливе под корень сывороткой эти азотистые вещества включаются в микробные вещества, освобождается азот, который может усваиваться растениями и таким образом осуществляется азотная подкормка. Кроме того, молочная сыворотка содержит довольно значительное количество очень легко доступного фосфора, а также калия, ну и других различных минеральных веществ, в том числе микроэлементов. Сыворотка создает чрезвычайно благоприятные условия как на поверхности листьев, так и в корне, в зоне роста корня для различных полезных микроорганизмов, формирует определенную среду. При этом белковые вещества, содержащиеся в сыворотке, при нанесении на поверхность растений создают тонкую, такую почти невидимую, но все-таки ощутимую белковую пленочку. Эта белковая пленочка очень хорошо препятствует проникновению в лист различных патогенов, например, мучнистой росы. И вообще способ борьбы с мучнистой росой, а также с паутинистым клещом, тлей и трипсом с помощью сыворотки достаточно хорошо известен. Какие здесь есть подводные камни? Дело в том, что сыворотка обладает довольно высокой кислотностью, особенно если ее подержать в тепле какое-то время перед использованием, в ней продолжают развиваться молочнокислые бактерии, соответственно повышается ее кислотность. И вот этот избыток молочной кислоты на поверхности растений довольно-таки вреден им. Они такую высокую кислотность не очень любят, за исключением тех растений, которым нужна высокая кислотность в зоне корни. Это вересковая, голубика, ну некоторые другие растения. Если мы проверим кислотность сыворотки, ну она довольно кисленькая. Если посмотреть по шкале, у нее где-то в районе 4-5 кислотность. Это довольно маленькие значения, но то есть не совсем полезные для растения. Среди способов нейтрализации сыворотки традиционно считается добавление кальцинированной соды. Примерно 1 столовая ложка на 1 литр сыворотки на ведро воды. Я же предлагаю вам воспользоваться другим способом. Все вы знаете, в быту используете такое вещество, как аммиан. Он может быть вот в таком жидком флаконе, он может быть вот в таких вот ампулах. Если он в таком флаконе, то это 10% раствор, здесь ему в пузырьке примерно 40 мл. Ну и есть ампула по 1 литру, тоже 10% раствор. Если мы измерим кислотность аммиака, то вы увидите, что кислотность очень высокая, то есть раствор чрезвычайно щелочной, да, бумажечка наша окрасилась такой темно-темно-синий цвет. И вот получается, что если этим раствором аммиака мы нейтрализуем сыворотку, а нужно примерно вот эти 40 мл. аммиака растворить в 1 литре сыворотки и все на ведро воды, то тогда получится, что аммиак провзаимодействует с молочной кислотой, образуется лактат аммония, весьма-весьма полезная соль. Она, кстати, очень сильный антиоксидант, это не так важно для растений, но это очень хорошо для тех микроорганизмов, которые живут в зоне корня. И вот таким вот раствором на 1 литр сыворотки примерно 40 мл. аммиака и все это растворить в 1 литре воды, вот этим раствором замечательно опрыскивать все овощи, также розы и другие кустарники, особенно те, которые страдают от мучнистой росы, та же смородина и тот же крыжовник очень страдает. И, ну, в особенности, конечно, овощи, потому что у этого раствора нет периода ожидания. Вы можете им обработать утром, а вечером уже собирать овощи на салат, просто промыв листья, там, блин, плоды какие-то. То есть, это замечательный органический способ, экологически безопасный способ борьбы с грибковыми заболеваниями, особенно мучнистой росой, некоторыми виситомами. Я уверен, что вы все оцените этот способ и для обработки растений от болезней и вредителей, и для подкормки ваших растений, в том числе рассады, которая так нуждается во всевозможных активных веществах в период своего роста. Я рад, что вы с нами на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте красную кнопку под этим видео, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши выпуски и всегда быть в курсе дел. Спасибо, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok